Минеральные элементы. Пища, не содержащая минеральных солей, хотя бы она во всем остальном удовлетворяла условиям питания и ведет к медленной голодной смерти. Потому что объединение тела солями неминуемо ведет к расстройству питания. Так говорил Эрисман. О важности минеральных солей говорят исследования Форстера еще в 1879 году. Он кормил собак мясом, из которого извлечены соли и установил, что они погибают быстрее, чем животные, находящиеся на полном голодании. Физиологическое значение минеральных элементов определяется их участием. Первое. В структуре и функциях большинства ферментативных систем и процессов, протекающих в организме. Второе. В пластических процессах и построении тканей организма, особенно костной ткани, где фосфор и кальций являются основными структурными компонентами. Третье. Поддержание кислотно-щелочного равновесия в организме. Четвертое. Поддержание нормального солевого состава крови и участие в структуре, формирующих ее элементов. Пятое. В нормализации водно-солевого обмена. Особая роль принадлежит минеральным веществам поддержания в организме кислотно-щелочного равновесия, сокращенно КШР. Оно необходимо для обеспечения постоянства внутренней среды организма. КШР обеспечивает необходимую концентрацию водородных ионов в клетках и тканях, межтканевых и межклеточных жидкостях и сообщает им осматические свойства, необходимые для нормального течения процессов обмена. На поддержание кислотно-щелочного равновесия огромное влияние оказывает характер питания. Причем питание по-разному влияет на кислотно-щелочное равновесие в зависимости от возраста. Исследования, проведенные в Институте геронтологии Академии Министерства наук СССР Григоров, Синеок, 1978 год, подтвердили влияние возрастных особенностей и характера питания на систему кислотно-щелочного равновесия. Они показали, что фактором, способствующим развитию ацидоза, то есть сдвига внутренней среды организма в кислую сторону, служит преимущественное потребление животных жиров и белков. Причем у пожилых людей эти явления выражены в наибольшей степени. Введение углеводов вызывает сдвиги кислотно-щелочного равновесия в сторону метаболического алкалоза, то есть щелочную сторону. Таким образом, в пожилом возрасте сдвиг кислотно-щелочного равновесия в кислую сторону крайне неблагоприятен. Изучение минерального состава пищевых продуктов показало, что одни из них характеризуются преобладанием в составе минеральных элементов, вызывающих в организме электроположительные, это катионы, другие преимущественно электроотрицательные, анионы, сдвиги. Отсюда пищевые продукты, богатые катионами, имеют щелочную ориентацию, а пищевые продукты, богатые анионами, кислую. Учитывая важность поддержания в организме кислотно-щелочного равновесия и влияние на него кислотообразующих и щелочнообразующих веществ пищи, было проведено разделение минеральных веществ пищевых продуктов на вещества щелочного и кислого действия. Таблица 2. Сравнительная характеристика продуктов питания по степени реакции окисления и ощелачивания организма. Обозначение принятое в таблице. 0. Слабое окисление или ощелачивание. 2. Среднее. 3. Сильно. 4. Очень сильно. Продукты. Абрикосы сушеные. Ощелачивание. 4. 0. Свекла свежая. 4. 0. Морковь. 4. Сельдерей. 4. Огурцы свежие. 4. Инжир сушеный. 4. Латук. 4. Ягоды. 4. Абрикосы свежие. 3. Бобы свежие. 3. Капуста. 3. Цветная капуста. 3. Дыня. 3. Смородина. 3. Одуванчик зелень. 3. Фрукты. Почти все. 3. Сок лимона натуральный. 3. Пастернак. 3. Апельсиновый сок натуральный. 3. Сливы сушеные. 3. Овсянка. 3. Молоко цельное. 3. Лук. 3. Виноград. 2. Виноградный сок натуральный. 2. Вишня. 2. Капуста краснокочанная. 2. 2. Яблоки свежие и сушеные. 2. Миндаль. 1. 0. Клюква. 0. Сало свиное. 0. А вот продукты, приводящие к окислению. Раки. 4. 0. Яйца белок. 4. 0. Дичь. От 0 до 4. 0. Фрукты, варенные с сахаром. От 0 до 3. 0. Яйца в целом. 3. 0. Виноградный сок подслащенный. 3. 0. Палтус. 3. 0. Сок лимона подслащенный. 3. 0. Печень говяжья. 3. Цыплята. 3. Бобы запеченные. 3. Бекон тощи. 2. Ячневая крупа. 2. Говядина. 2. Хлеб черный. 2. Сыр твердый. 2. Мука. 2. Крахмал. 2. Рыба. От 2 до 3. 0. Закисляет. Ветчина постная, свежая. 2. Мамалыга и кукурузные хлопья. 2. Барашек. 2. Баранина в среднем. 2. Сливы маринованные. 2. Сыр мягкий. 1. 0. Бобы. 1. 0. Ячмень. 0. Бекон жирный. 0. Сноска. Клюква слегка ощелачивает, но образует гипомочевую кислоту. Использование сала при приготовлении пищи делает продукты более кислыми. Добавка сахара к фруктам или сокам окисляет их. В процессе тщательных научных исследований оказалось, что главным источником минеральных элементов является растительная пища, фрукты и овощи. Причем в свежих овощах и фруктах они находятся в самой активной форме и легко усваиваются организмом. Практика показала, что проще и лучше для этой цели подходят морские водоросли в любом виде. Они мощно и полноценно снабжают организм всеми минералами. Минеральные элементы. Щелочные, то есть катионы. Кальций, магний, калий, натрий. Это самые основные. Кислотные, то есть анионы. Самое главное фосфор, сера, хлор. Зерновые и бобовые при распаде в желудочно-кишечном тракте образуют продукты со слабокислой реакцией. Но зато они предоставляют много ценных питательных элементов и не образуют вредных шлаков при метаболизме, как продукты животного происхождения. Продукты животного происхождения мясо, рыба, брынза, масло и другие, за исключением полноценного свежего молока, образуют продукты сильно кислой реакции. Подобный эффект имеет белый хлеб, мучные изделия из белой муки, полированный рис, рафинированный сахар и другие, похожие на них или сделанные из их сырья. Чтобы не перегружать объем книги информации о минеральных элементах, я укажу биологическую роль важнейших из них с позиции правильного питания. Для удовлетворения практического спроса читателей мной составлена на основании работ Уокера и Паупа таблица с указанием кислотности и щелочности продуктов. Таблица 2. Кальций. Среди элементов, которые входят в состав нашего тела, кальций занимает 5 место после 4 главных элементов. Углерода, кислорода, водорода и азота. А среди металлов, которые образуют основание, то есть щелочи, первое место. В организме содержится в норме около 1200 грамм кальция. 99% этого количества сосредоточено в костях. Минеральный компонент костной ткани находится в состоянии постоянного обновления. Постоянно идут два процесса – рассасывание костного вещества с выходом освобожденного кальция и фосфора в кровоток и отложение фосфорно-кальциевых солей в костной ткани. У растущих детей скелет полностью обновляется за 1-2 года, у взрослых за 10-12 лет. У взрослого человека за сутки из костной ткани выходят до 700 миллиграмм кальция и столько же откладывается вновь. Отсюда костная ткань, помимо опорной функции, играет роль депо кальция и фосфора, откуда организм извлекает их при недостатке поступления с пищей. Например, при падении атмосферного давления организму для сохранения равновесия требуется больше, чем обычно кальция. Если его запасов в крови нет, то он усиленно извлекается из костей. Когда процесс выходит за пределы нормы, развивается патология чаще у пожилых людей и не говорят «ох, как кости болят, это к плохой погоде». Кальций также нейтрализует вредные кислоты. Чем меньше в пище продуктов, дающих кислую реакцию крови, то есть это мясо, сыра, изделия из белой муки, рафинированного сахара и животных жиров, тем меньше потребность в кальции. Тем лучше состояние костей и зубов. Тем, кто страдает разрушением зубов, на заметку. Кальций выполняет важную роль как составная часть клеточного ядра. Важная роль принадлежит к кальцию в осуществлении межклеточных связей, их упорядоченного слепания при ткани образования. Московский профессор Маленков установил, что устойчивость организма к злокачественным образованиям зависит от силы сцепления клеток. Ученые заметили еще две особенности, связанные с кальцием. Хороший резерв кальция в молодые годы, долгие годы поддерживает организм молодым. Чем выше концентрация кальция в сыворотке крови, тем больше у больного шансов выздороветь. На усвоение кальция отрицательно влияет избыток пищи фосфора, магния и калия. Отрицательно влияет на усвоение кальция избыток или недостаток жира. При избытке жира кальций выходит из организма в виде кальциевых мыл. Некоторые кислоты, иденозин фосфорная, щавелевая, образуют с кальцием прочные нерастворимые соединения, которые не усваиваются организмом. В частности, кальций хлеба, пшеницы, овса и других злаковых продуктов, содержащих значительное количество инозид фосфорной кислоты, плохо усваивается. А так как основной продукт у нас хлеб и изделия из муки, то неудивительно поголовное страдание зубами. Не усваивается кальций из щавеля и шпината. Оптимальное усвоение кальция происходит при соотношении кальция и фосфора 1 к 1 и 3 десятых. По другим данным 1 к 1 и 1 к 1 и 7 десятым. И соотношение кальция и магния 1 к 0,5. Суточная норма кальция 800 мг. По другим данным 1 и 4 десятых грамма. Эксперименты ВОЗ в физиологическую потребность кальции определяли в 400-500 мг в сутки. В дополнение приведу интересные данные из статьи Федина, чего нам не хватает. На втором международном конгрессе по изучению влияния условий жизни и работы на здоровье, врачи с удивлением констатировали, что населению Европы, Северной Америки и Океании мало 900 мг кальция в день. От 70 до 90% его они получали с молоком и молочными продуктами. То есть по современным представлениям в виде самой усваиваемой формы. В Италии и Аргентине хватает от 650 до 800 мг кальция. От 50 до 70% из молочных продуктов. А японцы, большинство индусов, жители Чили, ЮАР, Турции живут на 300-350 мг кальция в сутки. Причем молока в их рационе всего 10-30%, а остальное злаки, плоды, орехи, рыба. У этих народов ниже выведение из организма неиспользуемого кальция и выше уровень его усвоения. Оказывается, многое зависит от продуктов. Как уже указывалось, должны соблюдаться следующие условия. На 1 ион кальция в плазме крови должно приходиться 2 иона калия, то есть соотношение 1 к 2. Фосфора с едой должны поступать 1 к 1,5. Магния 1 к 0,5. Кроме того, необходимы многие другие элементы, а также витамины, органические кислоты, что исчезают в молоке при пастеризации. Итак, мы знаем, что отрицательно влияет на усвоение кальция организм, а также знаем продукты, наилучшие для удовлетворения потребностей организма в кальции. Что еще можно предпринять, чтобы кальций усвоился полнее? Ведь 70-80% его поступающей с пищей выводится с калом, мочой еще 150-350 мг. Первое. Принос кальция внутрь организма через кишечную стенку сопряжен с затратой энергии. Для этого необходимо насыщать организм кислородом и легко перевариваемыми углеводами. Второе. Обеспечить организм витамином D и иметь здоровые почки. В почках образуется из витамина D вещество, которое транспортирует кальций в тонком кишечнике. Третье. Оздоравливает слизистую тонкого кишечника, употребляя пищу с достаточным количеством каротина. В противном случае перерожденное слизистую его не в состоянии усвоить. Четвертое. Всасывание кальция способствует белке пищи. Лимонная кислота и лактоза. Аминокислоты белков образуют с кальцием хорошо растворимые и легко всасываемые комплексы. Аналогичен механизм действия лимонной кислоты. Лактоза, подвергаясь сбраживанию, поддерживает в кишечнике низкие значения pH, что препятствует образованию нерастворимых фосфорно-кальциевых солей. Итак, пользуйтесь ниже указанной таблицей, в которой донес сведения о содержании кальция в пищевых продуктах для построения здорового тела и особенно зубов. Таблица 3. Таблица 3. Продукты с наиболее удачным соотношением кальция-фосфора-магния. Я назову только наиболее подходящие продукты. Это хлеб ржаной простой, хлеб пшеничный второго сорта, пшено, рис, гречка, ядрица, горох, яйца куриные, картофель, огурцы, томаты, яблоки, сельдерей, фасоль, салат. Остальное вы можете посмотреть в книге самостоятельно. Магний. В организме взрослого человека содержится 25 грамм магния. Он входит в состав дифференцированных высших тканей, максимальное его количество в мозге, тимусе, надпочечниках, половых железах, красных кровяных тельцах, мышцах. Концентрация в клетках от 3 до 15 раз выше, чем во внеклеточной среде. Магний и калий являются преобладающими катионами в клетке. При участии магния происходит расслабление мышц. Он обладает сосудорасширяющими свойствами, стимулирует перистальтику кишечника и повышает отделение желчи. При недостатке магния в почках развиваются дегенеративные изменения и некротические явления. Увеличивается содержание кальция в стенках крупных сосудов, сердечно- и скелетных мышцах. Они деревенеют, теряют эластичность. Люди, желающие развить гибкость, пусть скоренным образом пересмотрят свою диету с учетом содержания в ней органического магния. Зарубежные врачи отметили такой факт, что у людей, погибших от инфаркта миокарда, содержание магния в участке поражения было на 40% ниже, чем в сердцах здоровых людей, ставших жертвами несчастных случаев. При недостатке магния также возникают аритмия, тахикардия, это учащенное сердцебиение, головокружение, чувствительность к переменам погоды, быстрая утомляемость, бессонница, кошмарные сны, тяжелое пробуждение. Последнее объясняется тем, что в норме рано утром надпочечники выделяют большое количество гормонов, благодаря чему человек сохраняет бодрость в течение дня. При дефиците магния такой пик приходится на вечер и сопровождается приливом запоздалой бодрости, а утром человек чувствует себя разбитым. Не в этом ли секрет деления носов и жаворонков? Повышенным содержанием магния отличаются зеленые листовые культуры, потому что в хлорофиле он играет такую же роль, что железо в гемоглобине. Итак, самые хорошие источники магния, овощи, фрукты, зерновые, суточная потребность в магнии 400 мг. Калий и натрий. Биогенные элементы калий и натрий играют важную роль. Так, калий, которого в организме около 140 грамм, из них 98,5 находится внутри клеток, влияет на внутриклеточный обмен и преобладает в клетках нервной и мышечной ткани. В красных кровяных тельцах натрий преобладает в кровяной плазме и межклеточных жидкостях. Оба играют важную роль в поддержании нормального астматического давления и участвуют в образовании протоплазмы. Они также входят в состав буферных систем, то есть участвуют в поддержании кислотно-щелочного равновесия. Очень важное значение имеет калий для деятельности мышц, особенно сердечных. Он участвует также в образовании химических передатчиков импульсонервной системы к исполнительным органам. Существует тесная связь между обменом веществ, воды и электролитом. Калий и натрий оказывают противоположное действие на обмен воды в организме. Калий обладает мочегонным эффектом, а натрий задерживает воду. Ионы натрия вызывают набухание коллоидов в ткани. Богатая калием пища вызывает повышенное выделение натрия из организма вместе с водой. При этом растворяются вредные солевые излишки, образующиеся в обмене веществ. В то же время потребление натриевой пищи в большом количестве приводит к потере калия из организма и консервации в организме продуктов метаболизма. Наилучшее соотношение натрия к калию 1 к 20. При изменении этого соотношения в сторону натрия, клеточное дыхание затрудняется и защитные силы организма ослабляются. Созидательные процессы в теле замедляются. И наоборот, чем больше концентрация калия, тем интенсивнее жизненные процессы и тем лучше здоровье. Естественно, все должно быть в меру, иначе, избавившись от одних болячек, вы получите другие. В начале перехода на правильное питание употребляйте много калиевой пищи, а месяца через 2-3 старайтесь поддерживать соотношение натрия к калию 1 к 20. Ниже приведена таблица о соотношении натрия и калия в продуктах. Постарайтесь творчески использовать ее. Суточная потребность в этих элементах от 3 до 5 граммов. Итак, мы с вами рассмотрели 4 минеральных элемента щелочного действия. Этими элементами богаты овощи, фрукты, молочные продукты. Теперь нам остается рассмотреть 3 минеральных элемента кислотного действия. Эти элементы в значительном количестве представлены в продуктах животного происхождения. Мясо, рыба, яйца и так далее. А также в зерновых продуктах. Хлеб, крупы, орехи, бобовые. Таблица 4. Содержание натрия и калия в 100 граммах некоторых продуктов и их соотношения. Кабачки в соотношении натрия к калию 1 к 119 граммах, горошек зеленый 1 к 142 граммах, горох 1 к 23 граммах, картофель 1 к 20 граммах, черешня 1 к 18 граммах, огурцы 1 к 17 граммах, апельсины 1 к 15 граммах, капуста белокочанная 1 к 14 граммах, лимоны 1 к 14 граммах, смородина красная 1 к 13 граммах, мандарины 1 к 13, слива 1 к 12, тыква 1 к 12, груши 1 к 11, также малина, черная смородина, морковь, абрикосы уже идут 1 к 10. Дальше вы можете сами эту таблицу почитать. Фосфор. Фосфор в организме человека содержится от 600 до 900 грамм фосфора, причем основная его часть сосредоточена в костях. Фосфору принадлежит ведущая роль в деятельности центральной нервной системы. Обмен фосфорных соединений тесно связан с обменом веществ, в частности жиров и белков. Фосфор играет важную роль в обменных процессах, протекающих в мембранах, внутриклеточных систем и мышцах, в том числе сердечной. Не менее важна роль органических соединений фосфора в энергетическом обеспечении процессов жизнедеятельности. Макроэргические соотношения фосфора, АТФ и креатинфосфат аккумулируют энергию, которая затем может быть использована для механической, то есть мышечной сокращения, электрической, то есть проведения нервного импульса, химической, биосинтез различных соединений и электрохимической, активный транспорт веществ через мембраны работы. Нет смысла перечислять все функции фосфора, так как его соединения являются самыми распространенными в организме компонентами, активно участвующими во всех обменных процессах. Как уже указывалось, обмен фосфора и кальция тесно связаны между собой, и нарушение одного обмена отражается на другом. Поэтому все, что касается усвоения кальция, относится в равной мере и к фосфору. Добавим, что наиболее крепкие кости получаются при отношении кальция к фосфору 1 к 1,7. Приблизительно такое соотношение в клубнике и грецких орехах. Отсутствие в кишечнике человека фитазы делает невозможным всасывание фосфора фитиновой кислоты, в виде которой находится значительная часть фосфора, особенно в злаках. Отсюда всасывание органических соединений фосфора в пищу зависит от их расщепляемости кишечными фосфатазами, название ферментов. И обычно составляет от 40 до 70%. Потребность фосфора в пределах 400-1000 мг в сутки. Продукты с высоким и благоприятным соотношением кальция и фосфора приведены в таблице 3. Сера. Сера необходимый структурный компонент некоторых аминокислот, а также входит в состав инсулина и участвует в его образовании. Источником серы являются преимущественно продукты животного происхождения. Потребность ориентировочно 1 г в сутки. Хлор. Физиологическое значение и биологическая роль хлора заключается в его участии как регулятора астматического давления в клетках и тканях, в нормализации водного обмена, а также в образовании соляной кислоты с железами желудка. Его потребность полностью удовлетворяется за счет обычных продуктов. Вместе эти 7 элементов входят в состав организма в большом количестве, поэтому их еще называют макроэлементами. Микроэлементы. Микроэлементы – обширная группа химических веществ, которые присутствуют в организме человека в чрезвычайно низких концентрациях, но обладают выраженными биологическими свойствами. В теле человека и теплокровных животных найдено большинство элементов периодической системы Менделеева. Физиологическая роль 76 из них уже установлена. Изучение других продолжается. Микроэлементы накапливаются избирательно в следующих органах. Цинк в половых и поджелудочных железах, гипофизе, йод в щитовидной железе, медь в печени, никель в поджелудочной железе, литий в легких, стронций в костях, хром в гипофизе и там же марганец. Описывать микроэлементы нет нужды. Они подробно описаны в специальной литературе. Я пишу главное, как пополнять ими организм. Главными источниками микроэлементов для нас являются органические соединения, синтезируемые растениями. По современным данным, они могут накапливать в среднем 21-23 элемента. Причем 20 у всех растений одни и те же, но в разных соотношениях. Получается, что каждое растение дает нам 1-2 новых элемента. Для удовлетворения потребностей организма в микроэлементах, нам было бы достаточно иметь в рационе от 50 до 60 растений, при условии, что мы знали, что и где находится. Чтобы полнее набирать норму микроэлементов, надо использовать питание около 100 растений. Чем больше из них меню, тем выше вероятность, что потребности будут удовлетворены. Тем надежнее жизнеобеспечение. Так ученые установили, что предки человека, чтобы насытиться, собирали около 100 растений. И в рационе горцев-долгожителей народная мудрость сохранила около 100 культурных и диких растений. Есть несколько способов удовлетворить эту потребность. Опишем 3 из них наиболее эффективных. Первый, наиболее простой и доступный способ пополнения микроэлементного состава организма – это питание по сезону. Так ранней весной вы едите первую зелень, редис, земляную грушу, то есть топинамбур, зелень одуванчика и так далее. В конце апреля, в начале мая клубнику, землянику, черешню, ранние огурцы, а также целебные травы. Летом помидоры, петрушку, укроп, яблоки, груши, вишни, абрикосы, сливы и так далее. Осенью разнообразные корнеплоды, травы, бахчевые и так далее. Зимой питайтесь настоями высушенных трав, корнеплодами, сушеными фруктами, орехами, медом, проросшим зерном и так далее. Второе. Этот способ посложнее, но и намного эффективнее. Это питание электролитами. Как мне сказали, это учение лам из Тибета. Многие мои знакомые из города Ростова-на-Дону уже много лет пользуются этим способом и очень хорошо о нем отзываются. Мне этот способ также очень понравился. Заключается он в следующем. Собираются все растения, но не ядовитые. Надземная часть 80-100 видов. С участка 1,5-2 гектаров в течение всего лунного месяца. Говорят, что все микроэлементы, которые имеются на данном участке, то есть 1,5-2 гектара, в течение лунного месяца поднимаются из земли в надземную часть растения. Из предыдущего мы знаем, что только 20 элементов у всех растений одни и те же. И только от 1 до 3 сверх этого разные. Собирая от 80 до 100 видов трав, мы получаем все микроэлементы. Сбор обычно начинается с новолуния и собирая травы в одну сумку 3 дня, затем во вторую сумку 3 дня и так далее. Если вы пропустили третью тройку дней, то травы следует собирать в другом лунном месяце в третью тройку дней. То есть в те дни лунного месяца, которые вы пропустили. Собирают те травы, на которые садится пчела. Сбор каждой сумки высушивают в отдельности, затем всыпают вместе и хорошенько перемешивают. Приготовление 1 литра раствора. Взять 3 литра воды и кипятить ее примерно 45 минут. Затем остудить и 1 литр верхней воды выбросить черпаком. И 1 литр нижней. Для раствора взять среднюю часть 1 литр. По некоторым данным, верхняя и нижняя части воды имеют различные характеристики и лучше их не использовать. В верхней имеются микроскопические примеси нефти. В нижней осадке минеральных солей. В марлю высыпать 2 столовые ложки сухих трав и пролить через них 1 литр средней части воды, охлажденной. Пить ее можно с медом. Сухие травы можно использовать трижды. Два раза пролить для питья, а третий раз для каши. Если же их залить кипятком, то полученный настой также можно пить, а можно использовать для ванн. Если в первые разы из травяной смеси с микроэлементами будут выходить водорастворимые витамины, то при залитии той же порции кипятком выйдут и жирорастворимые витамины. Третий способ – это регулярное употребление цветочной пыльцы и других продуктов пчеловодства, богатых микроэлементами. Пчелы, собирая мед, садятся на многие цветы. В пыльце растений особенно много микроэлементов и биологически активных веществ. Например, в меде содержатся следующие микроэлементы – алюминий, бор, железо, йод, калий, кальций, кремний, литий, марганец, магний, медь, свинец, натрий, никень, олова, осми, сера, титан, фосфор, хлор, хром, цинк. В перге, перга – это пыльца, переработанная пчелами, имеются такие микроэлементы – барий, ванадий, вольфрам, железо, золото, иридий, кальций, кобальт, кремний, медь, магний, молибден, мышьяк, олова, палладий, платина, серебро, фосфор, хлор, хром, цинк, тронцы. Отметим, что большинство микроэлементов, содержащихся в продуктах пчеловодства, обнаружено в крови и других органах человека. Так, из 24 микроэлементов крови, 22 находятся в составе продуктов пчеловодства. Процесс кроветворения нарушается при недостаточном поступлении ванадия, железа, кобальта, меди, марганца, никеля и цинка. Мед, пыльца, перга ликвидируют анемию. Соблюдение вышеуказанного позволит вам стабильно сохранять высокий уровень здоровья. Сведения о микроэлементах, как прочим, о витаминах и других веществах, содержащихся в продуктах питания, даны в приложении. Ароматические вещества. В плодах и овощах, пряных травах содержатся ароматические вещества, которые придают им своеобразный вкус и аромат, характерные для каждого вида и сорта растения. В большинстве своем ароматические вещества сосредоточены в той части растения, которая была больше под солнцем и сильно окрашена. Они очень летучи, что говорит об их очень тонкой природе и возбуждающе действуют на обоняние и вкус. Они естественным путем возбуждают аппетит, увеличивают выделение пищеварительных соков, дают мочегонный эффект и косвенно препятствуют развитию вредной микрофлоры в кишках. Богаты ароматическими веществами, то есть эфирными маслами, цитрусовые плоды и многие овощи, лук, чеснок, петрушка, редис, редька, укроп, сельдерей, горчица, хрен и другие. Они обладают дезинфицирующими и антисептическими свойствами. Принятые в больших количествах оказывают раздражающий эффект на почки, а также на слизистые оболочки желудка и кишечника. Выделяясь частично легкими, эти вещества усиливают отделение слизи и способствуют очищению легких. Фитонциды. К фитонцидам относятся вещества, которые замедляют развитие или уничтожают вирусы, бактерии и низшие грибки. В растворенном виде они содержатся во многих овощах и фруктах. Пищеварительные соки не изменяют их, поэтому они оказывают влияние на весь пищеварительный тракт в целом. Фрукты, богатые фитонцидами, это апельсины, лимоны, мандарины, кизил, клюква, брусника, калина, клубника, некоторые сорта яблок, антоновские, овощи, лук, чеснок, морковь, хрен, пастерна, крепа, красный перец, помидоры и другие. Их бактерицидные и антисептические свойства проявляются наиболее сильно, когда они применяются в сыром виде. Прием вышеперечисленных овощей и фруктов способствует санации полости рта, а при ряде заболеваний и всего желудочно-кишечного тракта. Органические кислоты. Во многих плодах и овощах содержатся органические кислоты. Яблочная, лимонная, щавелевая, бензойная и другие. Органические кислоты способствуют ощелачиванию организма. Включая большое количество щелочных компонентов, они в процессе превращения в организме окисляются до углекислоты и воды, оставляя в организме значительные запасы щелочных эквивалентов. Они оказывают влияние на процессы пищеварения, являясь сильными возбудителями секреции поджелудочной железы и моторной функции кишечника. В плодах содержатся главным образом яблочно-лимонная и винная кислоты. Во фруктах преобладает яблочная кислота, в ягодах лимонная, в винограде винная кислота. Небольшое количество винной кислоты имеется в красной смородине, крыжовнике, бруснике, землянике, сливах, абрикосах. В небольшом количестве в некоторых плодах обнаруживается янтарная, муравьина, салициловая, щавелевая и бензойная кислоты. Янтарная кислота содержится главным образом в незрелых плодах, крыжовнике, смородине, винограде, салициловая в землянике, малине, вишне, муравьиная в малине. Щавелевая кислота находится в значительном количестве в шпинате, щавеле, ревене, инжире. При оксалуре эти овощи противопоказаны. Щавелевая кислота образует неблагоприятные связи, способствующие нарушению обмена, особенно солевого. Она может образовываться в самом организме из углеводов, а также в процессе метаболизма оксалуровой кислоты. В некоторой степени источником щавелевой кислоты является свекла, 100 мг в 100 г продукта. Многие плоды и ягоды способствуют выделению из организма щавелевой кислоты. К их числу относятся яблоки, груши, айва, кизил, листья черной смородины, листья винограда в виде настоя. Бензойная кислота имеется в бруснике и клюкве. Она обладает антисептическими свойствами. Количество органических кислот определяет общую кислотность плодов и их сока. Включение в рацион питания овощей и фруктов, богатых органическими кислотами, это лимон, смородина, клюква, слива, рябина и так далее, смотрите приложение, способствует нормальному пищеварению. Дубильные вещества, вяжущие, терпкий вкус некоторых плодов, хурма, айва, кизил, груши, рябина, терн и другие, зависят от присутствия в них дубильных веществ. При замораживании количество этих веществ уменьшается, что делает плоды менее терпкими и вяжущими. Противовоспалительное действие дубильных веществ на слизистую оболочку кишечника приводит к понижению его секреторной функции и в некоторой степени сопровождается антисептическим эффектом. Из дубильных веществ наиболее изучен танин, оказывающий благоприятное действие на кишечник при поносах. Всего целью плоды, богатые танином, это черника, лучше съедать натощак. Если же принимать их после еды, они окажут лишь незначительное действие, так как белковые вещества пищи, соединяясь с танином, связывают его прежде, чем он достигнет стенок кишечника.